Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будет очень короткий выпуск о примамболоне. Напоминаю, что это не окончательные выпуски, и для людей, кому интересно данный вид препарата, мы будем обсуждать и дальше какие-то моменты, подробности. Те выпуски, которые я сейчас сделал про анаболические стероли, кому эта тема интересна, соответственно, запомните, что есть практически все анаболические стероли, максимально популярные, все озвучены, описаны не только, соответственно, их какие-то там особенности, допустим, как в виде задержки воды или отсутствия задержки воды, но в первую очередь в каждом своем видео сейчас я даю чек-листы на сдачу анализов. И мои видео, и в том числе сегодняшнее видео, они посвящены побочным эффектам. Итак, дорогие друзья, приступаем к разбору примамболона. Ну, примамболон это у нас деривата ДГТ. В первую очередь учитываем это и сдаем на дегидротестостерон. Также мужчины должны сдавать на ПСА, предстательный антиген, общий и свободный. Вот, проверяем, все ли у нас хорошо, соответственно, с простатой. Также примамболон все-таки может обладать неким токсичным эффектом. Поэтому ферменты печени, аллат, осад, билирубин, прямой, непрямой, также, соответственно, зибрюшной полости будет весьма неплохо, соответственно, сделать. Особенно, если вы до этого не проходили никаких обследований. Применение примамболона СОЛО в медицине очень неоднозначно. Мне не удалось толком найти никаких исследований на подмете данного препарата. Но те исследования, которые я находил, очень интересны, в каком плане. Вот об этом вообще не слышал, чтобы кто-то говорил из русскоязычных авторов. Примамболон, он перераспределяет подкожно-жировую клетчатку. Такие исследования были. То есть, якобы он в незначительном количестве уменьшает подкожно-жировую клетчатку, соответственно, на животе, на ногах, на руках. Да, как-то они померили ее там на предплечье. Вот. И, соответственно, увеличивает ее на тыльной стороне руки. Насколько это, соответственно, выраженный эффект, я думаю, что со временем наберутся комментарии под видео. И замечали ли вы, напишите мне, пожалуйста, на данный момент мне нужна, соответственно, помощь зрителей, чтобы, может быть, какие-то другие перераспределения, именно не жиросжигания, а перераспределения подкожно-жировой клетчатки на примамболоне вы замечали? Этот вопрос остается открытым. Он не звучит в качестве утверждения. Есть вот такой вопрос. Что звучит в качестве утверждения? В качестве утверждения, конечно, это все-таки весьма мягкий препарат по своим побочным эффектам, поэтому здесь нет какого-то необходимости сдавать кучу анализов в плане того, что фактически он не влияет на реологию крови. То есть такой анализ, как каллограмма, мы можем не сдавать. Для тех, кто не знает, за что какие анализы отвечают, и те, кто решил сесть, пускай даже якобы на мягкий курс примамболона соло, хотя как бы большого смысла у мужчин я вообще в этом не вижу, но тем не менее, даже если вы решили вот так вот максимально щадяще подойти к этому вопросу, то я что думаю? Я думаю, что все равно вам нужно изучить каждый анаболический стероид, посмотреть мое видео, потому что я не только рассказываю об анаболических стероидах и чем они различаются, но и в своих видео я также многократно рассказывал, уже говорил о том, какой анализ за что отвечает. И это максимально важно в понимании мониторинга собственного здоровья. Давайте разберем подводные камни, наверное, примамболону, потому что все, что вы можете найти в сети интернет, о том, что он щадящий, о том, что его можно девочкам колоть и так далее, вы и так можете, соответственно, найти. Какая есть информация за примамболону по поводу женщины? Это, конечно же, поликистоза. Вот, поэтому мониторинг дегидротестостерона обязателен, и мониторинг, соответственно, в том числе и вовремя его гасить нужно дегидротестостерон, тоже обязательно, чтобы каких-то огромных значений не накапливалось, да, у нас вот этого вот дегидротестостерона. Вот, потому что вы и так экзогенно, получается, ну, его вводите, и какие-то остатки, они вам, ну, совершенно, так скажем, не нужны, потому что уже могут действовать в избыточном количестве на яичнике у женщин. Это касается не только примамболона, это касается употребления всех анаполических стероидов у женщин, да, то есть нужно мониторить дегидротестостерон у девочек обязательно. Примамболон очень часто относится к препаратам, которые можно сделать, соответственно, курс без анализов. Таких курсов не существует, говорю вам, как врач, совершенно официально. Не может существовать курса, которые бы вы могли сделать анаболическими стероидами, да, какого-то провести самыми слабыми, самыми щадящими, не сдавая никаких анализов крови. Примамболон влияет и подавляет, соответственно, выработку фолликулостимулирующего или атомизирующего гормона и, в свою очередь, да, как бы логично снижается количество тестостерона. Вот, поэтому никаких, соответственно, таких, что, ой, это легкий препарат, сейчас вообще ничего не буду сдавать, никаких таких моментов не должно быть. Да, не выражена, соответственно, ситуация с пролактином, с эстрадиолом, но, как я говорил, эти два показателя имеют яркую выраженность не только в препарате, который вы используете, да, к примеру, что, ну, написано, что никак не превращается в препарат, там нет прогестентной активности какой-то, там, пролактиновой активности, там, экстрогеновой активности нет. А у человека все равно, соответственно, растет эстроген. И есть люди, кто никогда не сдавал мужчине эстроген, они просто такие вот эстрогеновые мужчины, они даже без анаболических стероидов, у них там повел чуть нездоровый образ жизни, что-то как-то сделал, у них эстроген вырос. Про это не забывайте. Поэтому, если вы пустые, если вы собственный анамнез не знаете, обязательно делайте полный скрининг. И, опять же, соответственно, в стандартной скрининге, если вы начинаете курс, должны, соответственно, включаться в этот стандартный скрининг, анализ на щитовину железу, ТТГ, Т3, Т4 свободные, и индекс хомо-ИР, включающий в себя показатели инсулина и глюкозы. Одной глюкозы недостаточно. Вот. Значит, чем интересен нам примобалон как препарат? Конечно же, возможностью, так как он все-таки это дериват ДГТ, и он изолированно повышает дегидротестерон, это возможностью добавить в силовых скоростно-силовых показатели, если мы говорим о спортсменах, без изменения массы тела, даже некоторые пауэллифтеры, соответственно, его делают, но дозировки очень-очень сильно разнятся. И, как правило, чтобы достичь какого-то спортивного результата, приходится, соответственно, ну, как бы заявленные дозировки повышать очень сильно. Об дозировках будем делать отдельные выпуски, поэтому я пока не озвучиваю, я жду, когда наберется народ. Пока тоже попрошу моего зрителя, пишите мне в комментариях, я собираю статистику по поводу дозировок, вы прекрасно представляете вот этот разлет огромный, до бесконечности дозировок, поэтому пишите и так далее. Мы потом обсудим с вами каждый препарат, будем выпускать видео отдельное про, допустим, тестостерон, пропионат, дозировки, так вот будет называться, и будем уже обсуждать. Или курс будет называться тестостерон и пропионат. И будем уже обсуждать дозировки тоже в этой линейке видео. А сейчас мы говорим чисто о побочных эффектах, как входить на курс, то есть какие анализы нужно сдавать. Значит, что еще? Вот девочкам, если девочки используют, соответственно, примбалом, конечно, соответственно, нужно делать УЗИ, УЗИ яичников, обязательно, органов малого таза. Вот, то есть, соответственно, УЗИ органов малого таза крайне необходимо сделать. И, естественно, если есть история с поликистозом, то мы препарат используем очень осторожно, лучше вообще не используем анаболические стероиды. Ну, короче говоря, что-то как-то движемся в зависимости от выраженности гинекологических различных ситуаций, того же там поликистоза и так далее. Вот, женщинам очень удобно примбалом использовать. По какой причине? Потому что, опять же, многие не хотят набирать мышечную массу, ну, большую какую-то, да, такую гигантскую. Вот, а, соответственно, очень многие девочки хотят жиржигание спустить усиленно. Да, там те же фитнес-бикини, к примеру, очень часто используют примбалом. Вот, для этих целей. То, что я нашел на Папнеде, честно говоря, не стал подготавливать эти исследования, потому что они очень сумбурные, мне они не понравились. Но, короче, смысл один, что для применения примбалона в медицинских целях там нет каких-то интересных результатов. Таких, чтобы, ну, при остеопорозе, как и все анаболические стероиды, его назначали, но эффект тоже очень слабенький какой-то, поэтому как медицинский препарат примбалон на данный момент я не вижу. Нет у меня каких-то данных, куда его можно запихнуть. Как-то нет и данных об какой-то, как у это болело, чтобы там синвяльная жидкость как-то особенно увеличилась. Короче, не знаю. Напишите мне, если примбалоном кто-то что-то лечил, кто-то знает какие-то позитивные эффекты с точки зрения медицины. Но я с примбалоном вот так вот не сталкивался в плане того, чтобы он какой-то выраженный лечебный эффект нам приносил, чтобы его выгодно было использовать. Да, опять же, чем мне не нравится история про повышение дозировок, да, когда мы дозировку повышаем, вроде бы выраженность, соответственно, всех качеств препарата становится больше, да, заметней. Ну, мы видим, соответственно, побочные эффекты дополнительные. Поэтому здесь, ну, такое дело, на самом деле, использовать примбалон в медицине. Ну, если у вас совсем ничего нет, а у пациента там и железодефицитная анемия, и остеопороз и прочее, и какая-то фантастическая ситуация, что совсем нечем лечить, ну, тогда, может быть, да, можно. Ну, вот, а так это занятие абсолютно бессмысленное, на мой взгляд, в плане лечения использования примбалона. Ну, просто, ну, невыгодно, неудобно. Невозможно, а неудобно. Вот. А вот, соответственно, использовать его в качестве спортивного препарата, чтобы вот чисто не увеличиваясь в мышечной массе, увеличить какие-то показатели, жиржигание или скоростно-силовые показатели, какие-то что-то еще, ну, вполне себе оправданно. Так что вот, дорогие друзья, резюме примерно такое. Опять же, полный список анализов, которые вы можете, если хотите, сделать полный скрининг, сдать на примбалоне. Мы все-таки, я бы рекомендовал в том выпуске сдавать, что и, соответственно, тестостерон и цепианат. Вот. За исключением того, что, ну, все равно нужно мужчинам, да и женщинам брюшной полость сделать УЗИ, все равно, не дай бог, мы где-то что-то, вот, понимаете, проследили. И у вас там вообще цирроз печени какой-нибудь, а мы об этом не знали. Ну, условно, ну, не цирроз, там, новообразование, вот, какие-нибудь. Даже большое количество липоматозов, различных включений жировых, оно тоже, соответственно, негативно влияет на, в целом, на функцию печени. Поэтому иногда это повод задуматься и вообще ничего не делать с организмом. И, ну, вдруг мы там находим совсем комплексную какую-то проблему. Или, опять же, это повод задуматься и на курсе уже примбалона начать пролечивать профилактически даже вашу печень. Что может сказаться в целом на здоровье вашего организма в позитивную сторону. Дорогие друзья, с вами был доктор Кравцер. Я, конечно же, всех вас жду на своих онлайн-консультациях. Обязательно пишите комментарии ваш опыт с использованием примбалона, потому что вы позволяете таким образом расширять клинический опыт. Соответственно, вот есть, например, у меня данные только из комментария о проблемной коже с примбалоном, что у людей там большое количество каких-то, соответственно, уплотнений неясного генеза образовывалось. Но, опять же, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, нет официальных данных. И пока мало я собрал, но там есть пару комментариев об этом. Непонятно еще, что за уплотнения и так далее. Может быть, они вообще никак не пересекаются с примбалоном. Поэтому я от вас жду в этом выпуске содействия, максимального нашего общения, включения. Ну, кому интересно, еще раз повторюсь, жду на своих онлайн-консультациях. Желаю вам здоровья и хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok